Приветствую ещё раз. Я начну с конца вашего дополнения, да, где вы отвечаете мне. Вот, значит, вы пишите, что с бабочкой у ребёнка отношение хорошее, она отвечает маму пока там на работе два дня в неделю, ребёнок играет с бабочкой хорошо, и, в общем, всё здесь идёт нормально. Но это здорово, это здорово. Я думаю, что тут факт, что бабочка, значит, играет с внуком, и что она заменяет маму, это очень позитивный момент. Дальше вы говорите про страх отчуждённости и брошенности у вас не из личного опыта, а из психологической литературы. А психологическая литература вас что побудила читать? Вообще разбираться в этом, психоэмоциональная связь, переживание, а вот всё это откуда? Понимаете, это не просто так, это первое. Второе, психологическая литература, она для специалистов, для психологов, а не для клиентов. Поэтому вы прочитали, вы интерпретировали это в пользу того, что у вас как бы болит. Вот, я так подозреваю, что об этом вы пишите в начале своего дополнения. Вот, значит, дальше вы пишите, где-то прочитал, где-то просмотрел, что в возрасте ребёнка 03 крайне важно, что всё было благополучно без разрывов и расставаний. Правильно, чтобы всё было благополучно без разрывов и расставаний. Это означает, что если у него будет бабочка, то с бабочкой всё будет благополучно, не будет разрывов и расставаний. Правильно, видите, в чём тонкость вы прочитали и поняли по-своему. Вот, мама или другая родительская фигура, фигура взрослого, родного взрослого, близкого взрослого. Понимаете? Вот. А, скорее всего, речь шла о том, что разрыв это когда ни одной родной фигуры нет, все чужие. Вот. Дальше. Вы пишите, что вы муж Натальи, являетесь автором этого вопроса, с самого начала написали из её профиля. Ну вот, здесь уже у нас, мне кажется, проблема доверия. Да? То есть, ну, вы могли бы создать свой профиль, но вы этого не сделали, написали от профиля жены. Зачем? А? Дальше. Моя жена не сильно переживает по поводу недельного расставания с ребёнком. Она говорит, что если я в тёплую страну на неделю, то только без ребёнка. Ага. Ну, вот знаете, что вы пишите, да, моя жена не сильно переживает по поводу недельного раздавания. Я бы здесь сказал так. А как она аргументировать? Чем она аргументировать? Наверное, своим опытом. Опять же. И её опыт, материнский инстинкт, да, он куда более, как бы природный, куда более естественный, чем у вас, как бы пропущенный через физму психологической литературы. Вот. Так. Находясь в декрете и совмещая домашний труд с работой, выходит два раза в неделю она стала эмоционально и физически. А какая необходимость работать? И зачем домашний труд, если есть бабочка? То есть это напоминает позицию такую, типа, что я много на себя позволю и потом устану и буду жертвой. Вот. И, соответственно, будете жертвой, позволить себе отдохнуть, невзирая ни на кого. То есть мы сейчас говорим про отношения между вами и вашей женой. И о ней самой. Вот. Потому что, ну, если денег нет, это оно. Ну, а если, знаете, два раза в неделю выходить на работу, по идее, это отдых, на самом деле, на работе-то. Ну, вот. Выходит, что я переживаю за возможные последствия в психоэмоциональном развитии сына больше чем она, чем она. Но, да, вы переживаете. И вот вопрос, откуда вы, откуда это переживание берёт начало? Понимаете? Вы транслируете сыну это переживание, что он не самостоятельный, что он не справится, что он слабый. Понимаете? Вот. Дальше. Она говорит, как решить, так и будет. С самого начала я предлагал. Вы рад поехать вместе с сыном. Так. Ну, что будет, если вы не поедете или поедете с сыном, я уже говорил, поэтому, значит, смысла повторять это не вижу. Вот. Значит, так. Возможно ли, пишите вы, что такое интуитивное знание, если у отца нет? Невозможно. Только у матери есть связь с ребёнком, и у отца этого не может быть никак. Так. Мать хочет отдохнуть, сменить обстановку, набрать сил. Это правильно. Это правильно. И, в общем-то, это вправо. Она вправо. Она вправо. Вот. Если, если вы уж совсем боитесь, то пусть едет в отпуск к дна, а вы побытьте с ребёнком, но я настоятельно рекомендую вам с психологом поработать, потому что у этого страха есть своя особенность, ну, своя природа. Я уже говорил. И этот страх, он вредит ребёнку. Дальше. Ребёнок уже слегка переигрывает грудью, много становится меньше. А это как вы определили? Это вообще... Вы, мне кажется, очень сильно заботитесь о ребёнке, очень сильно вовлечены в процесс воспитания и формирования. Знаете? То есть тут, как бы, эта мать заботится, эта мать, как бы всё организует. Не вы, не отец. Отец, это, тем более, если сцена, отец, он с ребёнком играет, он его, как бы, подготавливает к жизни, адаптирует, да? А что делаете вы? То есть у вас, как бы, здесь идёт смешение родительских фигур. То есть мама, она такая больше активная, да? Она такая больше адаптивная к жизни, а вы наоборот. Такой больше к близости, больше к домосерству, к ребёнку и так далее. Я бы сказал, что на своего ребёнка подобное повлияет не самым лучшим образом. Вот. Меня беспокоит этот факт, что и от груди отучится, отучится и мать перестанет его на время видеть. Это всего лишь неделя. Знаете, это неделя. И беспокойство ваше, оно, ну, ещё раз повторю, имеет свои собственные причины. То есть успокаивать вас просто и говорить, что это не так, ну, мне представляется бессмысленным, потому что вы взрослый человек и сами знаете, как обстоят дела. Вот. Ещё раз повторю, что люди просто так психологическую литературу не читают, и у ребёнка просто так не беспокоятся, если у него нет болезней каких-то. Вот. Можно ли мы лет 3-4 недели подготовиться, заранее отучиться от груди и порепетировать ночёвку с бабочкой? Значит, ночёвку с бабочкой можно, легко, вот. А отучать от груди нужно вне зависимости от того, едете вы или нет. То есть, если пора, то отучать. Если пора, то отучать. Вот. Ну, то есть, он играет, потому что это сосательный рефлекс. Вот. Отучать. Я думаю, так. Стоит ли играть в свечи? Да, игра стоит в свечи, потому что это здоровье мамы. Вот. Значит, что-то знаете, какая история? А если вы не поедете, то от груди отучать уже не надо, что ли? Странно. Согласитесь. Вот. Так что, я думаю, так. Уважаемый муж Натальи, я хочу сказать, что вам надо немножечко отдалиться от своего сына в этом плане. Соответственно, не надо менять своему мать и не надо чрезмерно его опекать. Вот. Вот. Прочитайте. Прочитать в интернете книжку вы можете, но, как бы, книга – это просто знать. Как им пользоваться, решает сам человек. И лучше, если это все-таки будет специалист. Вот. Вот. Поэтому сейчас, на данный момент, да, то, что видится со стороны – это то, что вы делаете из музыки слона. Вот. В буквальном смысле слова. И то, что вы делаете из музыки слона – это и есть сублимация. Это и есть сублимация. То есть, возможно, вам чего-то не хватает. Возможно, вы в чем-то не уверены, например, в своей жизни считаете, что там у вас на нее какие-то обиды, может быть, ожидания, которые она не оправдала. Что-то еще. Вот. Понимаете? Ну, я думаю, так. Обратите внимание на себя. В первую очередь. А ребенку? Ребенок как развивается, так и развивается. Вот. Значит. Опять же. Опять же. Да? Вот. Если вы прочитали книгу и у вас появился страх, то это тоже непросто, непросто так. Понимаете? Что и в… Значит, он был, он был и до этого. Просто это была неоформенная такая тревога. Да? Наверное. Ощущение, что что-то не так, что не так, как должно быть. Так? Вот. Вот. Это вот все про это. Неоторветворенность. Подумайте об этом. Подумайте. Подумайте о том, о чем я вам сказал. Вот. То есть, если вы реально за советом пришли, да? Если реально за рекомендацией, то рекомендация назначена здоровье мамы. Это очень важно. Если мама будет с ребенком, но при этом она будет уставшая, там, злая и обвиняющая его, то ребенку лучше не будет от этого. Если он побудет бабочкой, то ничего страшного не произойдет. Вот. И у меня такое чувство, что вам нужно переслушать мой ответ в части адаптации и связи. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Еще раз. Значит, все так же. Если вопросы остались, пишите в личку. Вот. Что я могу сказать, это то, что если хочется сообщаться, да? Сообщаться нужно индивидуально. То есть не так вот, что с несколькими психологами сразу, потому что так замыливается внимание, замыливается мысль. Вот. Если хотите реально решить проблему, то лучше одного психолога выбрать себе и с ним поработать. Вот. Ну, опять же, как специалист я вижу проблему именно вот в том, что у вас есть это беспокойство и чрезмерная вовлеченность в воспитании ребенка. То есть вы как будто матери не доверяете, матери своего сына не доверяете. Либо сын для вас чрезмерно важен. То есть вы его гиперопекаете. Вот. А гиперопека всегда приводит к негативу. Если понравился мой ответ, то буду благодарен, если один из них сделать лучшим. Вот. Я желаю вам всего доброго и удачи.